привет всем дорогие подписчики также зрители этого канала с вами я и скрабер сегодня у нас альтернативы альтернативы redmi note 7 великолепному телефону очень популярному и многие думают что в принципе у этого телефона но нет альтернатив в этом виде друзья мы убедимся совершенно в ином альтернативы есть альтернативы великолепные и друзья по следующим параметрам будем оценивать этот телефон в начале мы пробежимся по характеристикам самого ноут 7 до снамдрегон 660 и видео ускоритель adreno 512 тип памяти lpd 4x и возьмем версию на 464 в antutu выбивает около 144 тысяч баллов экран экран здесь и ps 6 и 3 дюйма full hd плюс разрешение далее камеры камера на 48 мегапикселей от компании samsung капертура f1.8 батарея на 4000 миллиампер часов и следующий показатель друзья это фишки фишки этого телефона юсб си миниджек есть но и nfc нету размеры размеры 75 и 2 на 159 и 2 приблизительно ценник этого телефона 220 долларов а на распродаже можно было взять за 200 долларов все ссылочки друзья были в телеграме первый друзья конкурент этому телефону компании samsung galaxy m30 да не ругайтесь друзья это действительно так это конкурент redmi note 7 по процессору сразу давайте пробежимся у samsung exynos 7904 это новый их процессор видео ускорителя мали g71 mp2 ну и тут понятное дело что во всех этих случаях он будет проигрывать оперативная памяти 4 гигабайта lpd 4x здесь все как бы поровну в antutu он выбивает около 107 тысяч баллов здесь тоже небольшое преимущество у redmi по экрану экран 64 дюйма супер амолед full hd плюс разрешение но здесь друзья вот как бы так себе да то есть кому-то нравится амолед кому-то и ps но все-таки за небольшой ценник для этого телефона у него супер амолед основная камера на 13 мегапикселей у samsung апертура f1.9 и камера у redmi note 7 будет снимать лучше но смотрите дальше батареи на 5000 миллиампер час и здесь неожиданная победа у компании samsung смотрите далее фишки этого телефона юсбиси есть nfc как правило в самсунгах тоже стоят mini jack присутствует и здесь также присутствует тройной sim лоток то есть сюда можно установить весь им карты плюс micro sd то есть можно еще свою память расширить размеры этого телефона 75 и 1 на 159 и ценник этого телефона приблизительно 250 долларов за версию 464 да телефон друзья новый был представлен в индии на нашем рынке его пока нет но все-таки у компании samsung пошла такая тенденция очень неплохая по снижению цены да здесь друзья будет exynos 7904 это конечно же и вообще не о чем по сравнению со snapdragon поверьте уж да и видеографики это будет большой проигрыш чтобы с поддержкой компании samsung будет ли они поддерживают такие бюджетные модели тоже в этом плане сказать ничего друзья не могу но а далее следующее преимущество как мне кажется все-таки это nfc друзья пока мы продолжаем подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайк этому видео жмите на колокольчик пишите любой комментарий всем хорошего настроения а мы продолжаем следующий конкурент это meizu 15 также по характеристикам пробежимся процессор 660 snapdragon видеоскоритель 512 adreno 4 гигабайта памяти lpd 4x в antutu около 140 тысячи убивает баллов этот телефон здесь друзья все поровну до идем пока что в ровень но смотрите экран здесь 546 дюймов это супер амолед full hd разрешение и вы видите что это небольшой экранчик да то есть это будет компактный телефон значит основная камера здесь sony amx 380 на 12 мегапикселей апертура f1.8 тоже такая ничегошная камера но большой минус наверное самый большой минус meizu это эта батарея на 3000 миллиампер часа здесь она просто маленькая конечно здесь супер амолета это хорошо но юсб си здесь есть менеджек присутствует nfc тоже друзья здесь нет и приблизительно такой же ценник на 220 долларов габариты этого телефона 72 на 143 до если вам нужен небольшой телефон с хорошим железом с адаптированной системой но конечно проблемы проблемы есть у этого телефона в плане обновления и вообще в принципе у компании meizu есть в этом большущие большущие проблемы если бы здесь было с прошивкой все великолепно друзья то это просто суперский телефон причем здесь очень хороший звук великолепный звук у meizu meizu 15 и все-таки хочется отметить что meizu 15 базируется как флагман компании да то есть это не средний бюджетник это именно флагман и посмотрите насколько он сейчас подешевел 220 долларов великолепная цена за этот телефон следующий конкурент это honor 8x давайте пробежимся тоже по характеристикам центральный камень kirin 710 собственной разработки компании у в виде ускорителем али g51 mp4 оперативная память 4 гигабайта какого формата непонятно да потому что увы и он и они закрыты телефоны и эту информацию не распространяет в antutu выбивает около 139 тысяч баллов во всех этих случаях kirin конечно будет проигрывать snapdragon да и редми ноут 7 поэтому здесь очевидное преимущество за ноут 7 экран здесь 6 5 дюйма ips full hd плюс разрешение камера на 20 мегапикселей тоже чья камера откуда и почем неизвестно апертура f1.8 и с камер от самсунга конечно же здесь выигрывает по батарее 3750 миллиампер час принципе неплохая хорошая батарея но чуть-чуть совсем чуть чуть-чуть редми ноут здесь выигрывает по фишкам друзья здесь к сожалению микро юсби наверное самый большой минус из этих фишек но здесь есть nfc присутствует миниджек и тройной слот то есть в принципе наборчик такой неплохой и я галочку оставляю именно за онером потому что все-таки больше преимущества здесь у компании он на ценник приблизительно 200 долларов но если вы берете у официалов то 250 долларов будет около того и габариты этого телефона 76 и 6 на 160 и 4 компанию honor ворвалась действительно у нее у онера тоже есть определенные преимущества и плюшки допустим замедленная съемка очень хорошего качества но есть определенные любители именно он ровно он рафу а в по камере он конечно будет проигрывать но задняя стеклянная крышка тоже великолепно выглядит по дизайну конечно ничем не уступает может быть даже где-то и выигрывает ну и дальше друзья пошла уже тяжелая артиллерия nokia 7 plus по характеристикам и сравним здесь тоже 660 снабдрегон видеоскоритель adreno 512 4 гигабайта памяти не известно какого происхождения в antutu убивает около 142 тысяч баллов здесь друзья пока что все идем в уровень все показатели плюс-минус одинаковые экран здесь 6 дюймов full g plus разрешение это и ps матриц по камерам здесь 12 мегапикселей f1.75 sony amx 362 очень хорошая великолепная камера по батарее 3800 миллиампер час то есть совсем-совсем немножечко она уступает и по фишкам друзья смотрите здесь и из бисе есть есть и на все есть есть миниджек присутствует все есть и по этому набору галочка достается именно nokia 7 плюс потому что по фишкам она превосходит здесь принципе полный набор габариты 75 и 6 на 158 и 4 то есть принципе почти что схожи но чуть-чуть он будет поменьше ну и ценник 227 долларов можно найти на алиэкспрессе в чем преимущество nokia steam плюс это красивый телефон без вырезов без челок все как вы любите но также друзья этот телефон про входит в программу android one то здесь голый чистый android и вам обеспечена поддержка от андроида то есть постоянное обновление до 9 до 10 андроида и так далее представляете какие фишки то есть вы покупаете nokia себя по сути вы покупаете себе google pixel великолепные показатели этого телефона в чем redmi note 7 выигрывает у nokia 7 плюс наверно только по камере и на 200 миллиампер час батареи но в принципе это не такое же большое преимущество друзья потому что здесь есть nfc в редми ноут и его вообще в принципе нет да и поставить это никаким образом невозможно usb-c есть миниджек присутствует все присутствует в этом телефоне то есть по сути здесь такой наборчик самый наверное великолепный из всех наборов и мне кажется действительно тяжелая артиллерия который будет противостоять redmi note 7 но почему-то люди мало на него обращают внимание хотя телефон очень зачетный очень интересный общем великолепный конкурент nokia 7 плюс и ну и последняя альтернатива наверное самая мощная альтернатива хотя есть где-то плюсы и минусы и компромиссы это asus info max pro m2 здесь по процессорам то же самое 660 snapdragon 512 adreno видеоускоритель а 4 гигабайта памяти lpd 4x в antut убивает около 144 тысяч баллов здесь друзья идем в ровень все отлично экран 6 3 дюйма это отличная ps full hd плюс разрешение камера на 12 мегапикселей sony amx 486 апертура f1.8 великолепная камера и они добавили в по сравнению предыдущей версии то есть они сделали более лучше более качественную камеру здесь молодцы и батарея здесь тоже на 5000 миллиампер час вот великолепно все есть в этом телефоне по фишкам наверное сам большой минус это микро юсб миниджек есть nfc тоже есть и тройной супер лоток здесь тоже присутствует друзья поэтому галочка достается именно asus потому что у него фишек гораздо больше габариты 75 и 5 на 157 и 9 то есть в принципе почти что схожий габариты ну и ценник наверное вот здесь самый большой минус это ценник на 270 долларов приблизительно сейчас можно взять его только у официалов на алиэкспрессе сейчас ценники завышенной и каких-то нормальных продавцов я к сожалению не обнаружил поэтому вот такая цена кажется друзья что цена больше но смотрите по сути это голый android друзья да а многие топят тоже за голову android и он неплохо справляется если ты не умеешь делать хорошую красивую оболочку не тупи просто поставь себе голый android и ваш телефон будет разбирать а компания asus доказывает и второй телефон у них действительно получился тоже великолепным и красивым минусы у asus а это по корпусу потому что пластиковый корпус у redmi все-таки стеклянные это более премиальные материалы корпуса но в целом выглядит они плюс-минус но не сказать что один хуже другой как-то лучше и так далее то есть принципе они оба красиво очень хорошо выглядит а также у asus а есть небольшая челочка у redmi как капля друзья вот такие вот конкуренты компании сяоми пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу всем отличного настроения если вы хотите посмотреть актуальные цены на все эти телефоны на альтернативы компания redmi то ссылочка есть друзья в комментарии на телеграм-канал там все будут эти телефоны с актуальными ценами там можете их рассмотреть посмотреть если нравится то приобретать и друзья с вами был я и скрабер всем хорошего настроения всем пока пока